Продолжается он слишком долго. По словам Кири, лучший основной путь регулирования это минские договоренности. Независимо от того, кто начал этот конфликт, он продолжался слишком долго. И поэтому сегодня я говорил о том, какие шаги могут быть предприняты сторонами в ближайшие недели и дни. Мы согласны с самым главным, что эта проблема может быть решена, если полностью будут реализованы минские соглашения. И если наши друзья и союзники будут играть определенную роль в том, чтобы этому помочь. Когда полностью будут реализованы эти соглашения, это совершенно ясно, что тогда начнется отмена санкций США и Евросоюза. О необходимости соблюдать минские соглашения говорил и Сергей Лавров. Я согласен с Джоном о том, что нарушения режима прекращения огня продолжаются. Нарушения договоренностей об отводе тяжелой техники также имеют место с обеих сторон. Когда-то чаще с одной стороны, когда-то чаще с другой стороны. Мы сегодня оперировали общим критерием доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая в целом делает свою работу профессионально, несмотря на то, что периодически украинские официальные лица публично обвиняют эту миссию в предвзятости. Думаю, что такое поведение неадекватно задачам выполнения минских договоренностей. Надеемся, что украинские власти сделали соответствующие выводы после тех обращений, которые руководство ОБСЕ предприняло в связи с подобного рода голословными утверждениями. Что касается перспектив сотрудничества России и США, то оно должно учитывать интересы обеих сторон и быть основано на равноправии, сказал Сергей Лавров. Мы обсудили состояние двусторонних отношений, включая различные конкретные раздражители, которые в них проявляются в последнее время. Но в более широком контексте мы обменялись мнениями о системных проблемах, которые в этих отношениях накапливались в течение целого ряда последних лет. Мы не во всем сошлись в оценках на переговорах, но в сегодняшней встрече позволили лучше понять друг друга. У нас есть понимание необходимости избегать шагов, которые способны нанести долгосрочный вред двусторонним отношениям между Россией и Соединенными Штатами. И сотрудничество наших стран в самых разных областях, особенно если учитывать то, что от наших слаженных совместных усилий на международной арене зависит решение многих острых проблем современности. Я эту мысль выделил бы в качестве одного из главных выводов по итогам сегодняшних переговоров. Мы со своей стороны никогда не уклонялись от взаимодействия. Сегодня президент четко подтвердил нашу готовность к самому широкому сотрудничеству, к самому тесному взаимодействию на основе равноправия, на основе учета интересов и позиций друг друга. Во время пресс-конференции корреспондент Вести Павел Зарубин задал Джону Керри и Сергею Лаврову вопрос, который касался заявления президента Украины Петра Порошенко о Донецком аэропорте. И вот какой ответ прозвучал. Господин Керри, вы вот сейчас несколько раз сказали, что минские договоренности это самый лучший путь, самый лучший способ. Вот как соотносится с минскими договоренностями все более воинственное заявление, которое мы слышим из Киева. Накануне буквально господин Порошенко, выступая перед силовиками, заявил о том, что Донецкий аэропорт обязательно будет возвращен. Вот как вы можете такие заявления прокомментировать и как они соотносятся с минскими договоренностями? И вопрос господину Лаврову. Сергей Викторович, мы все знаем, какое влияние власти США сейчас имеют на нынешние власти в Киеве. Вы сказали несколько слов о том, что вы договорились использовать это влияние. Вот в каком, может быть, формате, как это влияние может использоваться для разрешения украинского кризиса? Спасибо. У меня не было возможности прочитать эту речь. Я не видел еще контекста. Я слышал об этом сегодня. Но если действительно президент Порошенко выступает за то, чтобы сейчас начать какие-то силовые операции, мы бы предложили ему прежде подумать, чем предпринимать такие действия, потому что минские соглашения тогда окажутся под серьезной угрозой. И мы будем весьма озабочены возможными результатами таких действий. Возможно, он говорил о действиях в будущем, в течение долгого времени, или об окончательном решении проблемы, об окончательном, так сказать, урегулировании ее. Но сейчас, в данный момент, это было бы очень деструктивным шагом. Сейчас есть рабочие группы, у которых есть возможность попытаться найти путь вперед по многим вопросам, которые были актуальны в течение последнего месяца. Так что я хотел бы побудить каждого, все стороны, дать возможность рабочим группам сделать то, что они могут сделать, продолжать добиваться политического решения, добиваться реализации минских соглашений и не применять силу. В отношении пагубности любых попыток возвращаться к силовому сценарию. И, отвечая на второй вопрос, сразу хочу подтвердить вновь, в очередной раз, непреложность выполнения минских договоренностей в полном объеме. И в этом Россия и Соединенные Штаты абсолютно согласны. И мы сегодня действительно договорились делать все, чтобы этот процесс активизировать, по возможности ускорять. Какими конкретно формами можно пользоваться в этой ситуации, ну, наверное, я ограничусь тем, что скажу, что есть контакты у разных стран и с властями в Киеве, и с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской республик. Мы договорились сегодня, встречаясь со всеми, от кого зависит выполнение минских договоренностей, в любом их разрезе, мы будем бить в одну точку, что все то, о чем записано в документе 12 февраля, нужно добросовестно, неукоснительно выполнять. Ну, а методы могут быть самые разные, формы могут быть самые разные. Мы в курсе дипломатических механизмов, будем их использовать.